Представляем новые классные качественные коттеджи, которые находятся в центре Луначарского. Площадь участка две сотки, площадь дома аж 250 квадратных метров. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть всю эту красоту более подробно и чтобы быть в курсе о новой хорошей недвижимости нашего города. Хороший, комфортный и уютный дом невозможен без своего заезда для машины. Здесь он оборудован автоматическими воротами. В этот красивый дом можно попасть двумя путями или способами. Через заезд для машины и через вот такую прекрасную проходную зону. Эта дверь уже в сам дом, а эта дверь в его сердце. Котельная, персональная и независимая. Мы решили начать обзор этого дома, так сказать, с главной комнаты. Это кухня, студия, объединенная с залом. Смотрите, какая здесь хорошая раздвижная дверь, надежная запах. Не буду попадать в дом в момент приготовления пищи. Как вы заметили, здесь панорамные окна во дворе. И вот она сама, красавица, кухня со встроенной техникой практически и мебелью. Смотрите, какой кран шикарный. А можно еще вот так сделать. Помните проходную зону, где мы видели котельную? Вот именно оттуда мы смогли попасть уже в прихожую. Смотрите, какая здесь красота. Как все выполнено в стиле, выдержано. Это у нас первая комната, прачечная, объединенная с кладовой. Два в одном, так сказать. И вот уже первый санузел. Проходите, пожалуйста. Посмотрите на этот уют. Сдержанный стиль, красивый. А какая фурнитура? Покажите, пожалуйста. Это тоже стоит особого внимания. Ну а теперь, проходя мимо лестницы и кухни, мы попадаем в первое помещение, в первую комнату первого этажа. Это может быть зал или же спальня для старшего поколения. И вот он уже красавец-дворик. Я не очень люблю, честно говоря, цвет дерева, но когда лестница обита настоящим, отделана настоящим деревом, это стоит дорогого. Из-под красивой люстры в форме листочков мы попадаем в первый холл второго этажа. Здесь у нас выход на Г-образный балкончик с видом в свой дворик. И еще один холл. Там уже мы пойдем в родительскую спальню. Здесь у нас две детские, и вот красавец-общий санузел на втором этаже. Все, что нужно для комфортной и красивой жизни. Красивая душевая, унитаз, очень неординарная раковина. Добро пожаловать в первую детскую спальню на втором этаже. Скорее всего, для девочки. Почему я делаю такой вывод? Потому что есть целая гардеробная комната. А ведь у девочек всегда немало вещей. Как здорово, что сейчас в новых домах научились делать балконы. Здесь он особенно уютный, Г-образный, с видом на нашу столицу и свой дворик. Проходим во вторую детскую спальню. Ну, здесь уже, скорее всего, для мальчиков. Красиво? Подписывайтесь. И что примечательно, друзья, у родительской спальни, видите, свой отдельный холл. Здесь можно оборудовать действительно зону для наслаждения различными напитками, чаем, кофе. И вот, собственно, с подспальня. Проходите. Еще раз хотелось бы сказать, но вы это и так все видите. С ремонтом, под ключ, все готово. Освещение, розетки, все-все-все. Даже брашки под вашу большую двуспальную кровать. Ну, и, конечно же, главе семейства и его супруге не нужно спускаться на первый этаж, чтобы заняться личной гигиеной. Смотрите, какая здесь душевая. Еще одна необычная, очень красивая раковина. И вот уже туалетная зона, в которой оборудован не только унитаз, но и билет. И вновь и вновь, друзья, ждем вашей подписки на наш канал, чтобы знать больше хорошей и качественной недвижимости нашей столицы города Ташкент.